Девушки отдыхают Рад снова быть с вами. Начало Нового Года. Это удивительная возможность позволить Богу повести нас в 21-м. Я с нетерпением жду времени, когда мы будем открывать свою Библию по утрам, чтобы молиться вместе, приглашать Бога в нашу жизнь. После изоляции 20-го года очень приятно знать, что мы не одни, и у Бога есть свои люди на Земле, по всей Земле. Мне регулярно пишут братья и сестры из Армении, России, ЮАР и Иерусалима. Они собираются вместе, молятся друг за друга, доверяют Богу. Наш сегодняшний урок связан с этим. Он касается того, чтобы слушать пророков, учиться у них. Вопрос не в том, чтобы знать будущее, но видеть Божий взгляд на то, что происходит на Земле. Сейчас очень актуален вопрос, доверяете ли вы своему источнику информации. Наша стартовая точка Бога. Мы должны учиться слышать Его, понимать Его Слово и доверять Ему. Он проведет нас через этот год в победе. Мы не должны начинать этот год в страхе. Доставайте свои Библии и делайте заметки. Асия, первая глава, это странная глава. Уже некоторое время я смотрю на характер Бога, и это не дает мне покоя. Я стараюсь читать наперед, потому что живу с этим. Давайте откроем Асию, первую главу, и прочитаем несколько стихов. Слово Господне, которое было к Асии во дни Озии. Далее он перечисляет царей, которым он пророчествует. Эта книга является сборником проповедей или пророчества человека по имени Асия в восьмом столетии до Рождества. Во дни Озии и Афама, Ахаза, языки царей иудейских, во все дни Иераваама, сына Иасова, царя израильского. Это отсылка к временному промежутку. Здесь упоминаются две страны. Если вы не обратите внимание, то упустите это и решите, что это просто пустые слова. На самом деле все не так? Кто был первым царем Израиля, помните? Саул. Несложный вопрос. Второй царь Израиля — это Давид. А третьим царем был Соломон. На протяжении трех царей Израиль состоял из двенадцати колен. Одна — единая страна. После смерти Соломона начинается гражданская война. Израиль разделяется. Появляется северная сторона. Десять колен на севере, которую в Библии по-прежнему называют Израилем. Столицей Израиля после разделения стала Самария. Кто-то читает наперед, «Я слышал вас. Южное царство — это Иудея, а столица Иудеем — Иерусалим». Вы достаточно знаете о Библии, чтобы понять, что есть проблема. Где находится храм в Иерусалиме? Не Бог начал гражданскую войну. Он не планировал создание двух стран. Жертвы и праздники, на которые они трижды в год должны были собираться, приходить в храм, подразумевали, что все колена будут приходить в Иерусалим. Но теперь это другая страна. Эти цари были достаточно умны для того, чтобы понимать, что они не хотят, дабы их подчиненные шли в Иерусалим и проявляли верность храму в другой стране. И уж тем более, они не хотели, чтобы на это шли их экономические ресурсы. Они создали альтернативные места поклонения в Северном Израиле. Идолопоклонство. Они начали компрометировать принципы своего народа. Северное царство, Израиль, после разделения монархии, не имело ни одного царя, которого бы Библия называла благочестивым. Когда вы читаете пророков, то некоторые из них служили в Иудее, а другие в Израиле. И когда они составляли свои книги, то рассказывали вам, кто был царем в Иерусалиме, Иудеи, и кто был царем Самарии, Израиле. Давайте еще раз прочитаем эти два стиха. Слово Господне, которое было Кассии, сыну Берину, во дни Узии и Афама, Ахазы и Зикии, царей иудейских. Где они царствовали? В Иерусалиме. Да, такими темпами мы явно опередим весь класс и все другие. Далее сказано, и во дни Иерусалима, сына Иасова, царя Израильского. Осия был пророком для Израиля, Северного царства. На самом деле он был последним пророком перед тем, как десять колен были уничтожены. Это важное послание. Это их последнее приглашение. Послушайте, что Бог говорит во втором стихе. «И сказал Господь Осии, «Иди, возьми себе жену-блудницу и детей блуда, ибо сильно блудодействует земля Сия, отступив от Господа. И пошел он и взял Гомерь». Мы можем остановиться здесь и посмеяться немного. «И она зачала и родила ему сына». Я знаю, что об этом говорится в Библии, мы читаем так, словно в этом есть смысл. Но знаете, это весьма необычная история. Бог говорит Осии, у меня есть миссия, задача для тебя. Я хочу, чтобы ты женился на проститутке. Он не говорит «Так точно, сэр». Есть одно слово. Если вы знаете его, то можете понять послание Книги Осии. Это еврейское слово, у которого нет прямого эквивалента в английском. На иврите это «хэсет». Это буква и звук, которого нет в английском языке. Это гортанный звук. Хэ. Иногда его можно услышать в шотландском. Часто его транслитерируют как «си-эйч». Тогда это жесткое «кэ-ха». «Хамэш» означает «пять». Я ходил на уроки еврита в университете. Мне сказали, что одна из букв еврейского алфавита называется «кха». Я понимал, что они шутят со мной, потому что если сделать так у меня дома, то начнется драка. Но слово «хэсет» невозможно передать буквально. Это отношение, в котором должны находиться обе стороны завета. Завет — это самая обязующая форма договоренности в Библии. Ахэсет — это слово, которое означает, что обе стороны завета хотят придерживаться его. Книга «Осии» во многих местах говорит о том, что есть завет. Если вы ищете ближайший эквивалент, то это можно перевести как «верный» или «достойный доверие», преданный. Послание книги «Осии» состоит в том, что хэсет разрушен. Это книга о неверности Израиля. «Десяти северных колен» и о Божьей верности им, несмотря на их неверность. «Осия» — их последний пророк. «Грядет разрушение». И очень скоро. В 721 году, до Рождества Христова, пришла армия ассирийцев. Они осадили Иерусалим. Когда ассирийцы захватывали страны, то брали жителей земли и распределяли их по своей империи, заселяя страну людьми из других мест. Вот почему, когда мы слышим о десяти потерянных коленах, то причиной тому стала привычка ассирийцев. Эти 10 колен Израиля, 10 из 12 колен, были рассеяны по всей ассирийской империи. Но книга «Осии» — о верности и доверии. Здесь есть определенные уроки. Когда вы читаете Библию, то должны узнавать характер Божий. Я знаю, что написано в вашей Библии. Вы читаете ее каждый день, но когда мы доходим до оси, то должны по-новому посмотреть на то, что значит следовать за Богом. Мы выросли во времена, когда главное библейское послание касалось личного спасения и восполнения Богом наших нужд. Я прав? Как спастись? Как сделать так, чтобы благословения Божьи текли рекой в твоей жизни? А если этого не происходит, нужно разобраться, в чем преграда и убрать ее. Я не против благословений. Я не хочу, чтобы вы неправильно меня поняли. Но когда мы читаем о Сии, то понимаем, что задание Божие для него было не в этом. Я хочу, чтобы ты женился на неверной женщине, а именно на проститутке. «Зачни с ней ребенка и назови его «не от любви», потому что у израильтян нет любви ко мне». А потом «зачни еще одного ребенка и назови его «не мой народ». У него будут проблемы в школе. Скажи Израилю, что они «не мой народ». Это не была трудная задача на 30 дней. Это не было странное лето. Ему пришлось перенести нечто большее, чем сезон ковида. Все это длилось много месяцев и лет. Брак с проституткой. Дети от проститутки. Это не история со счастливым концом. Это вообще справедливо? Ясно видно, что Асия невиновен. Его не наказывают за непослушание, нечестие или каменное сердце, или еще какие-то вещи, которые мы могли бы придумать. Бог говорит, «Асия, у меня есть задача для тебя. Эта страна нуждается в послании. Мне нужно, чтобы ты доставил его. Женись на проститутке». У Асия было задание на всю жизнь. В нем была цель. В нем было божественное взаимодействие, сверхъестественное подтверждение его послания, слова, которые Бог положил ему на сердце и вложил в уста и сердечная боль. Постойте. Вы готовы познать Бога так? Вы скажете, «Пастор, это же Ветхий Завет». Вы думаете, что Бог решил отдохнуть после Малахии? Я знаю, но послание к филиппицам, третьей главе, апостол Павел говорит, «Я хочу знать о силе его воскресения. Я тоже. Я хочу, чтобы сила Божия пульсировала во мне и разделить его страдания. Я хочу быть подобным ему в смерти. Полное повиновение, чтобы мне стать причастником воскресения мертвых». Это противоречит тому, как нам обычно преподносят Евангелие. Мы думаем, что Павел говорит, «Я на все сто уверен, что воскресну из мертвых. Я пережил встречу с Иисусом по дороге в Дамаск. У меня хорошее резюме. Меня знают в Иерусалиме. Я обращал людей по всему Средиземному морю, но он молится и говорит, «Я хочу знать силу Божию и быть причастником к его страданиям». Если Бог дает вам задание, и оно неприятное, и требует дисциплины, требует выдержки, то это не означает, что Он покинул вас. Это означает, что Он готовит вас. В первом послании Петра сказано, «Бог дал нам все необходимое для жизни и благочестия». Обычно мы думаем, что это означает, что нам дали все благословения, какие мы только можем захотеть. И Бог действительно обильно благословляет нас в жизни. Большинство проблем в нашей жизни это проблемы первого мира. У нас слишком много вещей, и нам нужно их где-то хранить. Нас слишком много, и нам нужна беговая дорожка. Мы слишком заняты, не успеваем, истощены. У наших детей столько всего, что они не знают, чего хотят, и это делает их несчастными. Большая часть наших проблем связана с обильными благословениями, но готовы ли мы к неприятному заданию от Бога? Я считаю, что это по Библии. Я знаю, в чем дело. Я не говорю, что Евангелие, которое мы приняли, является ложным. Я верю, что его основание — истина. Но мы облекли его в плотскую упаковку, потому что мы жили в такой свободе и таком избытке, что нам больше не нужно было полагаться на Господа. Мы можем использовать свою веру в качестве вечной страховки. Мы хотим, чтобы люди были христианами. Мы — страна с христианским наследием. Мы понимаем это. Но я считаю, что одним из плодов этого года в моей жизни и в моем сердце стало то, что Бог немного потряс нас. Он помог нам провести переоценку этих отношений. Я верю, что мы готовы к заданию, как никогда ранее. Я верю, что мы готовы терпеть. А вы знаете, что самодисциплина — это один из девяти плодов Духа. Я верю, что сегодня мы лучше подготовлены, чем год назад. Я был с вами, когда было жарко, и вы таяли, и когда вы были голодны у костра, но вели себя так, словно вам весело. Бог делает нечто. Знаете, как это ценно и важно. Какой удивительный дар. Мы потеряли кое-что в 2020-м. Да, год был странным, но с другой стороны, мы обрели вещи, обладающие вечной ценностью. Я хочу поговорить о понятии верности, которое происходит от слова «хасад». Противоположность верности — это неверность. Это история Осии. Верность Бога и неверность людей. Вы слышали выражение «маршировать не в такт». Я хочу, чтобы вы представили себе это сегодня. Под какую мелодию вы маршируете? Вы считаете, что маршируете под барабан Царства Божьего? Мы слишком хорошо вписываемся, слишком хорошо замаскировались, и это правда. Урок этого года состоит в том, что разница между народом Божьим и нечестивыми настолько мала, что мы даже не мыслим категориями верной и неверной. Он хороший человек, но он живет нечестивой жизнью. Он далек от Бога. А вы говорите, он такой хороший, правда? А каков ваш критерий? Вы не будете хорошим другом, если у вас есть кто-то, на кого сойдет суд Божий, а вы ничего не сказали об этом. Вы бы предупредили их, если бы у вас был позитивный результат на COVID. Для 99% суд Божий является лишь мелким неудобством. Если вы близки к кому-то, кто живет нечестиво, то вы не проявляете доброту, если говорите, «О, ты чудесен, и все хорошо». Вы можете быть другом, но вы должны говорить истину. Верность против неверности – это вопрос для Божьего народа. Он не актуален для нечестивых. Если они не знают Господа и живут нечестиво, расскажите им об Иисусе. Расскажите о том, что Он сделал для вас, как Он изменил вас, дал вам цель. Вы бежали по другой дороге, но нашли лучший путь под солнцем. Нет осуждения? Если они не знают Господа, расскажите им, чего же вы ждете? Они могут и отвергнуть, но это причина. Если вы проводите время с людьми, которые не знают Господа, и не рассказываете им о том, то, что они скажут вам, когда пойдут в вечность. Я рассказывал уже эту историю. Она случилась давным-давно. Я не хотел бы быть пастором в том городке, в котором я вырос. Я знаю, что Бог не ошибся в расписании. Я пошел в Ривердейл и играл в баскетбол в старшей школе. На самом деле у нас не было особых вариантов. У нас была небольшая группа. Мы молились перед играми. Вы можете представить себе, что мы молились в школе? Мы молились в раздевалке перед игрой. Это была последняя игра выпускного года, и кто-то сказал, «Джексон, помолись». Я помолился. И тогда один парень, с которым мы давно играли, сказал, «Ну, ты даешь, Джексон». Это недословно. Я и не знал, что ты умеешь молиться. Вы бы не хотели, чтобы люди, с которыми вы проводите много времени, не знали о Господе. Тогда для меня важнее было то, чтобы они считали меня крутым и настойчивым. Я хотел впечатлить их другими сферами моей жизни. А веру я перенес на задний фон. Я знал, что если буду выставлять веру наперед, меня ждут последствия. Я не хотел этого. Друзья, не проводите время с людьми, не рассказывая им о том, что вы знаете Иисуса. А если вы проводите время с людьми, которые называют себя последователями Христа, но при этом практикуют вещи, которые далеки от Царства Божьего, просите Господа открыть вам путь для общения с ними. Что нам нужно сделать, чтобы благословения Божьи сошли снова на нашу страну? Нам нужна перемена в сердце. Вы хотите, чтобы кто-то другой менял свое сердце. Или вы готовы сказать, «Господи, вот он я». Если мы поможем трем людям изменить свое сердце за 90 дней, знаете, каким будет результат? Есть один пример, когда после встречи с человеком он просит вас рассказать об услышанном пяти людям, с которыми вы встретитесь на этой неделе. Знаете, как это повлияло бы на наш мир? Мы должны перестать говорить, что христианство важно, и при этом вести себя так, словно оно не актуально. Ассия, женись на проститутке. Постой, Боже, ты не услышал меня? Ты не можешь донести послание о верности, если сам не будешь верным. Новый Завет, Деяние. Двадцать шестая глава. Павел на суде перед царем Агриппой, и он говорит, «Царь Агриппа, я не был непослушен видению из небес». Он рассказывает о своем обращении. Он говорит, «Я получил видение». И теперь, спустя много лет, он говорит, «Я не был непослушен». «Я был верен в том, что Бог сказал мне». Деяние, пятая глава. В этот раз мы видим Петра и Иоанна. Их привели на Синедрион. Если вы не помните, то именно этот орган устроил казнь Иисуса. Они были реальной угрозой. И Петр осознавал это. Они привели апостолов на Синедрион, чтобы первосвященник опросил их. Мы дали вам строгий указ не учить во имя Его. Но вы наполнили Иерусалим своим учением и хотите сделать нас виновными в крови этого человека. Иисус должен был принести разделение. Что вы будете делать? Что я буду делать? Что мы будем делать в 21 веке? Посмотрим, что сказали Петр с Иоанном. Петр же и апостолы в ответ сказали, «Должно повиноваться больше Богу, нежели человекам». Бог отцов наших воскресил Иисуса, которого вы умертвили, повесив на древе. Это была соль на рану. Его возвысил Бог весницей Своей в начальника и спасителя, дабы дать Израилю покаяние и прощение грехов. Свидится ли Ему все мы и Дух Святой, которого Бог дал повинующимся Ему? Верность. Вы не можете быть человеком веры, если вы неверны. Вопрос не в знании, не в информации, IQ или знании языков. Вопрос в том, чтобы быть верным в том месте, в котором Бог поместил вас. Для меня честь быть частью того, что Бог делает на земле. Стоять вместе в молитве – это дар. И перед тем, как закончить, я бы хотел помолиться за вас, призвать Божие благословения на вашу жизнь в Новом году. Мы не должны сталкиваться с вызовами сами. Бог с нами, и мы можем стоять вместе в молитве. Давайте помолимся. «Боже, я благодарю Тебя за других. Мы не обязаны находиться рядом телесно, чтобы стоять в Тебе. Я молюсь за каждого, кто был сегодня с нами. Боже, Ты знаешь условия». Я молюсь о том, чтобы 21-й год был годом победы, триумфа, освобождения и святости. Пусть преграды исчезнут во имя Иисуса. Господи, спасибо за Твой прорыв во имя Иисуса. Аминь. Пусть Бог обильно благословит вас, друзья. Смотрите каждую неделю нашу программу с пастором Алленом Джексоном, а также заходите на наш веб-сайт, где вы можете найти прекрасные ресурсы, которые помогут вам подняться на новый уровень вашей христианской жизни. Мы также просим вас подумать о том, чтобы поддержать нас в распространении этого послания по всему миру. Это будет возможно только с вашей помощью. Поэтому подумайте о том, чтобы стать нашим партнером. Спасибо, что вы с нами и что являетесь частью этого служения. До скорой встречи в нашей программе с пастором Алленом Джексоном. Здравствуйте, это пастор Аллен. Спасибо, что позволили мне на минуту прервать урок. Я хочу провести минуту с вами в начале этого года. Во-первых, чтобы отпраздновать, слава Богу, мы пережили 20-й. Мы не просто выжили, но стали сильнее. Мы более сфокусированы и готовы к целям Божьим, чем когда-либо. Но мы еще не закончили разбираться с проблемами. Я бы хотел, чтобы все закончилось со смены календаря, но реальность состоит в том, что нам нужно пройти путь, и мы должны стать в силе в Господа. Я бы хотел поговорить с вами в начале этого года. Я хочу посадить семя. Давайте примем решение делать что-то, дабы становиться духовно сильнее, несмотря ни на что. Мы много думали в последнее время о том, как поддерживать иммунитет, здоровье. Точно так же мы должны думать о том, как быть сильным и духовным. Я подготовил инструмент, который поможет вам в этом. Это сборник, который называется «Стоять твердо». Это наша цель на 21-й год. Мы хотим стоять твердо. В послании к Ефесянам сказано, что мы должны сделать все, что знаем, а затем стоять твердо. Атаки не уйдут. Вызовы не исчезнут. Враг активно действует на земле. Но Иисус Господь, уделяйте время ежедневному чтению Библии. Читайте короткие проповеди каждый день. Мы будем выходить в эфир каждый день, чтобы давать вам духовный толчок. У нас есть ресурсы, которые доступны для вас. Вместе мы будем стоять твердо и провозглашать победу Иисуса в нашей жизни. Бог призывает нас стоять твердо в нашей вере. Мы должны действовать. Чтобы помочь вам распознать обман и сберечь свое сердце, в эти непредсказуемые времена, мы вышли вам сборник пастора Аллана из цикла «Конец века» под названием «Стоять твердо». Если вы пожертвуете 30 долларов или больше, вы также получите сборник коротких проповедей «Стоять твердо», о котором говорил пастор Аллан. Жертвуйте сегодня по номеру, который видите на экране или через наш сайт. Не уделяйте внимания проявлениям зла. Сфокусируйте свое сердце, мысли, ум и эмоции на том, что делает Бог. Это сохранит вас и сбережет вас, принесет вам радость. Мы отвергли истину Божию. Мы отложили ее в сторону. Мы не хотим больше слышать о ней. Она стала неудобной для нас. Мы хотим силы и власти. Единственный мир, который может получить человечество, придет от Князя мира. Лишь перемены в человеческом сердце позволят нам жить вместе в единстве, уважении, любви, доброте и достоинстве. Я советую вам не только в это время, но и в другие времена хранить свое сердце. Будьте осторожны с тем, перед чем вы преклоняетесь. Поддержите новые выпуски и получите все это сегодня через наш сайт или позвонив по номеру, который вы видите на экране. Церковь, мы продолжаем двигаться вперед. Мы проводим служение. Наша церковь жива. Мы хотим, чтобы вы были с нами. Мы не могли приходить с марта. Сегодня мы впервые здесь, и мы очень рады быть сегодня здесь. Это ободряет, потому что ты видишь, что мы можем быть вместе. Это здорово. Когда я услышала о ковид, то не испугалась. У меня есть Бог, и я ничего не боюсь. Совершенно ничего. Я призываю людей приходить встречаться, общаться, быть частью тела Христова. Не верьте лжи, что вы можете быть сами. Это совершенно не так. Жизнь чудесна. Возвращайтесь. Приходите в церковь снова. Приглашайте своих друзей, родных. Это будет чудесное время. Надеемся увидеться с вами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова